Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на зомби-сурвайвл на движке сталкера под названием Left to Die. Проект не коммерческий, так что можно игру скачать абсолютно бесплатно. Ссылку, если что, я оставлю в описании. Ну и давайте начинать новую игру, погнали. Мы начинаем свою историю в локации под названием ферма. Смотрите, дикий ливень просто, гроза. И похоже, мы сейчас укроемся с вами в каком-то домике на чердаке. Здесь, возможно, переждем дождь. Так, забраться на чердак. Задание выполнено. И, честно говоря, по-моему, игра зависла. Или нет? Слава богу, нет, друзья. Где-то я на ферме выяснил наш персонаж. Че тебе надо, дед? Полегче? У меня нет никакого оружия. Какое оружие? У меня фонарик в зубах, и все. Я не спущусь. Я буду жить здесь. Что у нас тут есть? Пустой ящик. Старый проперженный матрас. И все. Похоже, я здесь с голоду умру. Наверное. Так, а можно ящики разбивать, как в сталкере? Ну, наверное, у меня что-то нужно заиметь сначала. О, их можно двигать зато. Сейчас кинем ящик на деда. И быстренько отсюда свалим. Если вообще это получится сделать. Не похоже, друзья. Ладно, ладно, я спускаюсь. Долго я здесь на черняке вряд ли проживу. Так, как спуститься-то? Ножа, я так понимаю, у меня нет вообще ничего. Да, вот, смотрите, только фонарик плохой. Плохой фонарик? Что-то прохлит. Светит плохо. Перебои света, но лучше, чем ничего. Цена с 10. 10 рублей могу выручить за этот фонарик. И штаны, футболка, кепка. Это все, что у меня есть, друзья. Вот и весь наш инвентарь. Чего тебе надо, мужик? Я просто посмотреть за лес. Укрыться от дождя. Так, похоже, он дружелюбно настроен. Стоять! Кто такой? Не убивай меня, пожалуйста, я сейчас уйду. Либо до встречи, до встречи. Ну что ж, давай, бывай. Пока. Блин, посмотрите, здесь достаточно большие строения. Действительно, ферма. Но такое ощущение, что она заброшенная. Я думал, это фермер, который охраняет свою территорию. Чувствую я это какой-то выживший, который здесь тоже засел. Ладно, давайте все-таки с ним поговорим. Он так и стоять будет под дождем. Промокнет. А ну-ка, скажи мне первые буквы алфавита и умножь 5 на 7. Быстро, без раздумий. М, А, Б. Да быстрее ты, я долго ждать не буду. Блин, он меня бы... Если бы я в реальной жизни с ним столкнулся, он меня бы пристрелил сразу. Я бы две минуты думал. АБВГД. И все такое. 35, 7 на 5. Вот так бы сразу. Похоже, соображалка у тебя все еще работает, а значит, стрелять пока в тебя смысла нет. Но и бросать тебя я не собираюсь. Ты лишняя мишень для мертвых, а значит, опасность для меня. Так что не торопись уходить. Пойдешь со мной. Да и на дворе ночь. А ты голый и, похоже, без оружия. А что, а разве оружие при... Успокойся ты уже, хватит заикаться. Видишь, ружье, брат? Значит, пока ты человек, в тебя я вряд ли выстрелю. Если сам хулиганить не начнешь. Извините меня, но я не понимаю, не вижу связи между мной и оружием, например, или... Что, Илья? Ты что, спал? Знаешь, что вокруг творится вообще? Что я должен знать? Как-то не особо. Начались какие-то боевые действия. Последние пару недель я был на природе, отдыхал себе, пока не... Пока не что. Это... Ладно, я вижу, ты не в состоянии сейчас говорить. Если ты, правда, не знаешь, что творится, то мой не совсем теплый прием мог тебя напугать. Пойдем за мной в дом, там решим, что делать. Только без фокусов, иначе получишь порцию дроби без зазрения совести. Церемониться я не собираюсь. Хорошо, пойдем. Я вас не трону, честное слово. Так, надо придушить деда, короче, пока он меня не пристрелил. Жалко, у меня ничего нет. Я бы напал как раз со спины. Втерся бы в доверие. Специально заикался. Бо он подумал, что я не представляю опасности. И потом бы сзади его придушил, как хитман. Так, тут какие-то прогрузочки. Так. Похоже, не знаю, в кого он шмальнул. Ну, либо какие-то животные, либо зомбари. Все, дедуль, нормально. Кого ты пристрелил так? Да, кот валяется, друзья. Действительно, зомби, еще один зомбарь. Ритти. Так ты сказал стоять. А блутать зомбари нельзя здесь в этой игре? Обыскать. Блин, но в них ничего нет, похоже. Ой-ой-ой, как покорежило и скрючило этого зомбаря. Ну, пошли, дедуль, чего ты стоишь-то? Приветствую. Что это было? Обычное дело. Нам еще повезло, что их было двое. Они не слишком агрессивные, да и слабоваты. В общем, похоже, этих двоих я рубанул топором. В темноте плохо видно, но вроде это они. Был это в лесу не так давно, когда они на меня напали. Я сидел у костра, готовился ко сну, как вдруг во упыря на меня прут из гущи леса. А я им, мол, пошли прочь. А они идут и идут. Ну, и машинально как-то все к топором одному, второму и ходу оттуда. Напугался ответственность все-таки человека до топором убить. А сейчас я вижу, что они бродят живые. О, дружок, долго ты был, видимо, в своем лесу. Это то, что ты побоялся мне рассказать пару минут назад? Ладно. Некогда философией заниматься. Пошли быстрее к дому. Там уже все обговорим. Ничего не понимаю. Классная, кстати, куртка у тебя. С размытой текстуркой. Так, ладно, сейчас мы выясним, где дед живет. Хотя он не совсем дед. На вид ему, наверное, лет 50. Тут вроде, кстати, транспорт есть, но эта дачка не рабочая, насколько я понимаю. Так, ну что, какого хера ты опять наставил на меня ствол? Мы же с тобой же друзья. Пришли? Да, иди в это строение, что за мной. Там в одной из комнат будет девушка. Это Аня, моя дочь. Аккуратнее у меня с ней. Поговори, сходи, а я тут постою, посторожу. Но не забывай, что у меня все на виду. Будешь шарить, усмирю. Я все понимаю, я пошел. Странный ты, дед. Здрасте. Как будто из Лед Фо Дед. Привет. Здравствуй, Анна. Да, а вас как величать? Меня Сергей, приятно познакомиться. Твой отец меня привел сюда минут пять назад. Он вытащил меня с чердака с соседнего строения. Я знаю, он сказал, что видел силуэт, бегущий к молочарне посреди поля. Ну и пошел проверить на всякие. Вдруг ты один из этих уродов? Я также слышал выстрелы. Надеюсь, все в порядке? Да, все в порядке. Конечно, это относительно, но касаемо той стычки с людьми, все нормально. А из кого этих? Людьми? А ты что, разве не в курсе? Не особо. Был на отдыхе последние пару недель, пока на меня ночью не напали два урода. Так, я буду всем, похоже, эту историю, друзья, рассказывать. Радуйся, идти с половиной уже не нужно, да и некуда, и некому. Да и ты их не убил, они уже были мертвы. Знаю, знаю, на твою голову сейчас сыпется столько информации, что ты даже не осознаешь происходящее, верно? Понимаю. У нас так же поначалу было, а сейчас я совершенно спокойно отношусь к таким вещам. В общем, давай так. На улице ночь, состояние твое явно шоковое. Ты иди в соседнюю комнату с телевизором, там кровать свободная, поспи часов в семь-восемь. А утром уже поговори с отцом, он разложит все по полочкам. Идет? Хорошо, как проснусь, обязательно поговорю с твоим отцом. Спокойной ночи. Ты так и будешь здесь стоять? Так, а где, где батя? До встречи. Ну, что ж, давайте, давайте, друзья, перемещаться в соседнюю комнату для начала. Ё-моё. Для начала мы здесь осмотрим, что можно вынести из этой хаты, пока они там своими делами занимаются. Я что-то взял, по-моему. Что это такое? Хозяйственное мыло, ну, пригодится в хозяйстве, как говорится, хозяйственное мыло пригодится в хозяйстве. Чё ты, дед, смотришь? Я так зашёл, я перепутал комнату. Выпусти меня теперь, пожалуйста. Твою мать, вот это звуки. Ну, дед, пожалуйста, я понял, я осознал свою ошибку. Дай вылезти теперь. Я думал, это комната с телевизором. Блин, ну, похоже, не даст мне вылезти, друзья. Отойди, дед. Всё, игра, похоже, на этом и заканчивается. Я остался здесь навечно. Через окно я вряд ли смогу выйти. Через деда протиснуться тоже не получается. О, он немного сдвинулся, отлично. Следит собака за мной. Так, вот это, вот это вот, да, комната с телевизором. Похоже на то. Дверь закрыть мы, к сожалению, не можем. Здесь у нас есть шкаф. И вот что-то ещё, друзья. Мухи, кстати. Так, это у нас что? Дошик какой-то. Да, деширак, действительно, пачка вермишели. Быстрого приготовления деширак. Можно употребить и сухой, но с этой с ней это не добавит. Рекомендуется разварить её в кипятке. Ценность 15. Ну всё, давайте спать тогда. В таком случае. Ещё рюкзак, который пустой, или это сумка. И вот такой вот матрасик, который был на чердаке. Такой же абсолютно. Так, сколько спать? Ну, 7-8 часов. Давайте даже 9, наверное, поспим до 12. Ну или ладно, 8 до 11. Погнали. Даже заставочка при сне, смотрите, есть. Может быть, это какие-то воспоминания, или типа того. Или просто. Нет, просто. Поспать в соседней комнате. Всё, задание выполнено. Чё-то меня расплющило, как будто с бодуна. А где часы? Я слышал... А, вот они. Так, как мне выключить фонарик теперь? Я, честно говоря, не помню, как в Сталкере выключать фонарь. На L. Окей. Так, ну давайте с дедулей поговорим. На самом деле не слишком светло, откровенно говоря, на улице. Хотя, смотрите, ясно погода вроде как. Видимо, солнце где-то за тучами. Ну чё, дед, поговорим? Здравствуйте. Я вчера поговорил с вашей дочерью и уснул, как убитый. Понимаю, понимаю, в твоей ситуации это нормально. Ну что ж, по твоим глазам я вижу, у тебя на уме сейчас только один вопрос. Вы правы. Кстати, я Сергей. Иван Степанович, будем знакомы. Так, я не хочу медлить, лучше сказать всё в лоб. Всё, что я тебе сейчас скажу, все ответы на твои вопросы покажутся тебе бредом, сюжетом фильма. Фантазиями милитариста, шизика, параноика, но это вокруг нас, и всё тебе придётся это принять. Тем более, в свете последних событий у тебя должно что-то шевельнуться в голове. Хорошо, у меня два вопроса. Что, извините меня, вы несёте, и что вчера было с этими двумя людьми? По порядку, в мире случился апокалипсис, мать его. А если быть точнее, то неизвестного происхождения вируса и ещё какая-то зараза косят людей. А потом их воскрешает, делая злыми, голодными и тупыми, у которых отсутствует любой инстинкт, кроме того, чтобы сажать что-то. И если такой уродец коснётся тебя, считай ты следующий. Дохнут, если разморжить им башку или изрешитить тело. Почему не заразился я или ты? Большой вопрос, на который пока у оставшихся людей нет ответа. Всё, как в тех фильмах, что ты, вероятно, смотрел. Теперь ко второму. Что было с теми двумя людьми? Так-то не люди, как я думаю, ты догадался, это ходячие трупы, о которых я сказал. Ночью я пристрелил двух мертвяков, поверь, это были уже не люди. Короче, у нас, видимо, иммунитет вырабатывается у каких-то определённых людей. Я просто отказываюсь верить в эту чушь. Не может такого случиться в одночасье. Я не слышал никаких предупреждений, банально не видел военных, да и просто перед отъездом всё было хорошо. Неужели вирус или нечто ещё могло так сделать в долю секунды? Я понимаю твои эмоции и степень восприятия, ты дослушай. Всё это началось действительно странно. Вирус уже передаётся по воздуху. А с какой скоростью вирус передаётся по нему? Представляешь, сколько людей вдохнуло его в одну секунду. Один вдох, ты будущий труп. Достаточно было заболеть одному человеку, который заразил бы весь город. Город, страну. А страна, мир. Где-то полмесяца назад в мире, ну, не знаю как в мире, но в России точно начался крах. Мы вот тогда ещё в городе были, когда начался полный беспредел грабежей магазинов, оружейных, нападений на военных, полицию. Люди тащили из магазинов технику, продукты. В то же время люди заражались, умирали, вставали снова. Зараза передавалась от одного другому. Всё как в фильмах, и это реальность. Блин, похоже, Иван Степанович любитель фильмов. Он всё время, всё время про них говорит. Что? Я не могу поверить в это, это просто невозможно. Послушай, у тебя есть выбор. Или поверить мне, или идти в освоясь. Я тебя не держу за руки, ты волен, иди. Но когда выйдешь на трассу, будет уже поздно, поверь мне. Смысла мне обманывать тебя нет. Мне и моей дочери нет мотивации вот так шутить над проходимцем вроде тебя. Какой смысл? К тому же, вспомни вчерашних товарищей, как ты ещё сможешь объяснить? Я не могу осознать... Да господи, я уже осознал двести раз. Этот диалог, такое ощущение, будет продолжаться вечно. Нам Иван Степанович будет приводить какие-то аргументы, а мы повторять одно и то же. Боже мой, я не могу в это поверить. Но наконец-то постепенно осознаешь ситуацию. Вроде вижу прояснение в глазах. Что и как, никто не знает. Это вопрос, скорее всего, к учёным, если они ещё остались. Всё началось так быстро, военные, самотоха, трупы, возможно, испытания вируса вышли из-под контроля, может быть, инопланетные заражения, кто же его знает. Но как же моя родня, друзья, мой дом, моё всё? Тебе придётся с этим жить, как и сотни других, сотням другим выживших. Я потерял всё и всех, осталась лишь дочь. Я это принял и осознал, придётся принять и тебе. Это суровая реальность, от которой не скрыться. И теперь ты либо воюешь с внутренним я, либо просто сходишь с ума и погибаешь, становясь одним из этих трупов. Извините, Иван Степанович, но пока мне нужно посидеть и подумать, прийти в себя, что ли. Только сильно прошу, не ходи дальше, чем на 5 метров от этого дома. Будь в пределах видимости, а лучше быть вообще на виду в соседней комнате. Не хочется потерять ещё одного человека, как сможешь подойти ко мне, будем решать проблему и адаптировать тебя. Кстати, держи, выпей, может полегчает. Хорошо, я буквально на минуточку отойду, приду в себя. Так, а что он мне дал? Пиво Жигулёвское. О, нормально, всё, сейчас быстренько придём в себя, друзья, всё осознаем и начнём. Начнём всё с чистого листа. Где выход, кстати? Он мне, конечно, говорил, не отходить от дома на 5 метров, но мне наплевать на этого деда, кто он мне в конце концов. Гуляю, где хочу. Надо подойти к Степану, ощущаем, давайте прогуляемся немного. Блин, ну, игра симпатично выглядит. Графически напоминает, на самом деле, Seven Dice to Die. Даже меньше на сталкера похоже, что удивительно. Так всё ярко, сочно. Так, ну-ка, здесь у нас что? Может, здесь где-то можно стволом разжиться? Втайне от деда. Где-нибудь наверняка здесь что-нибудь запрятано. Смотри, себе, на заколонке есть. Тут у нас что? Лампочка так низко, не очень, наверное, удобно здесь сидеть. Стульчик. Ну, короче, пока что ничего интересного. Наверняка можно здесь... Твою мать. Я думал, тут капкан какой-то. Наверняка можно здесь что-нибудь найти интересное. Но сейчас мы, наверное, этим заниматься не будем. Ну, вот какие-то ящики, которых открыть мы не можем. Блин, вот это вот звуки. Снова ящики. Ладно, давайте вернёмся, наверное, к деду. Куча здесь техники, но, я так понимаю, она не рабочая. А в игре есть рабочий транспорт, если что. Правда, не знаю, когда мы до него доберёмся. О, гриб. Нормальная тема. Белый гриб. Собранный в лесу. Ну, не особо в лесу. Сырым есть не рекомендуется. Лучше варить грибную похлёпку. Нужно собрать несколько штук. Я, кстати, уже немного проголодался. Может, в трактор можно залезть? Сомневаюсь, конечно. Блин, так светло. И не скажешь, что... Ночью была безумная погода. Мне в трактор тоже не залезть, друзья. Ладно, давайте вернёмся, наверное, к деду. Перетрем. Есть немного, конечно, мозг до сих пор отказывается осознавать происходящее, но, проанализировав некоторые факты, опровергать ваши слова я не могу. Тогда надо взбодрить тебя немного прогулкой и отвлечься от этой теми. Не до прогулок мне сейчас. Пойми, мир нынче нестабилен. Я немолодой, могу двинуть кони от любого дуновения ветра. Я должен... Нет, просто обязан тебя научить всему, что знаю. Чему я научился за время этого апокалипсиса. Это также нужно и тебе. Будешь знать, как выживать, когда меня не станет. На тебя ещё Аня будет. Поэтому я и хочу, чтобы ты всё знал. Я хочу быть уверен в завтрашнем дне. Буду считать, что ты послан мне свыше. Ну, чего же вы так короните себя раньше времени? Рассказывайте, что за прогулка. Сперва... Блин, текста здесь огромное количество. Я думал, на самом деле, это будет практически бессюжетный выживач. Но оказалось не так. Сперва, думаю, прогуляешься вокруг фермы. Воздухом подышишь. Да не боись, сейчас, видимо, заразы нет в воздухе. Если ты от этого момента ещё не заразился, значит, можешь дышать свободно. Бойся только самих мертвяков, их прикосновения и укусов. Так вот. Тут среди построек грибочки растут. Хорошее место под берёзами в основном. Но и под другими деревьями тоже можно найти. Прогуляйся, пособирай, заодно ищи дрова. Всякие палки, они нужны для разжигания костра. Валяются обычно тоже около деревьев, что логично. Собирай все грибы и палки, что попадутся там. Разберёмся. Ты поймёшь, когда сделаешь всё правильно. Просто собирай. Ну, что ж. Только страшновато что-то. Погоди, я не говорил. Да ё-моё, дед. Прекрати ты вшись. Не выходи за пределы фермы, если жить хочешь. Пока не уходи. Потом видно будет. Повторяю все деревья в пределах фермы. Да, всё, я понял, дед. Всё, перестань. Возьми-ка эту вещицу. Это будет твоё первое оружие. Сковородка, нормально. Ничего другого предложить не могу, но она достаточно тяжёлая. По башке огреть можно, будь здоров, если получится. Также можешь пошарить тут в строениях. Если не лазал, мелочей полно всяких лежит. Ну, вот как раз-то где-то намекает нам, что можно что-то здесь найти. Выскрыв все ящики. Да, вот как раз с помощью сковородки мы, похоже, будем в дребезге разбивать эти ящики и искать лут. Ух, тяжёлая, чугунная. Спасибо за наводку. Буду знать, что и где искать. Всё. Замечательно, друзья. Мы теперь вооружены. Есть сковородочка. Вот такая вот замечательная. Давайте её, конечно же, подарим женщине. Держи, это для тебя. Нет, похоже... Похоже, ей не очень понравился наш подарок. Часы, кстати. Сопрём тогда у неё часы. Некоторые люди не хотят договориться, если вы будете тыкать оружием в лицо. Прямо как в столкаче. Так, какой-то журнанчик, смотрите, тоже у неё. Позаимствуем. Сигаретки. Нормально так разжились. Мне кажется, я раньше гораздо хуже жил. Теперь у нас... Ём, этот скот, смотрите. Теперь у нас есть сковородка, есть сигареты, есть пивоз. Есть даже еда в виде грибов. Даже женщина есть, друзья. И наставник, который нас всему обучит. Так, прогрузки вот эти вот только раздражают. Окей. Не с одного удара всё-таки чугунной сковородкой мы разбиваем эти... Ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Если вам понравилась игра и вы хотите видеть продолжение, пишите обязательно об этом в комментариях. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.